Для любителей тихой охоты и собирателей ягод осенний лес становится особенно притягателен. И если в Чачобы на родных просторах можно идти смело, то поход в леса приграничной зоне требует знания определенных правил. Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, при посещении пограничной зоны должны иметь на руках документ, удостоверяющий личность, паспорт и квитанцию об оплате государственной пошлины, которую можно получить в любом отделении Беларусьбанка. На сегодняшний день она составляет 0,2 базовой величины или 30 тысяч беларусских рублей. Граждане Республики Беларусь, проживающие в пределах пограничной зоны, населенных пунктах, которые расположены в ней, передвигаться могут в пограничной зоне при наличии на руках документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего факт регистрации нахождения в данном населенном пункте. Иностранные граждане имеют право передвигаться в пограничной зоне на основании документов, удостоверяющих личность и пропуска, который выдается сотрудниками территориальных органов пограничной службы. В пограничной полосе граждане Республики Беларусь и иностранные граждане могут передвигаться на основании документов, удостоверяющих личность, паспорт и пропуска, опять-таки, которая выдается сотрудниками территориальных органов пограничной службы. Пропуски на территории Малорицкого, Брестского, Пружанского и Каменецкого районов выдаются сотрудниками Брестской пограничной группы. Тем лицам, которые проигнорируют правила пограничного режима, а также режима государственной границы, грозит административная ответственность плода депортации, либо штраф в размере от 30 до 50 базовых величин. Для нарушителя юридического лица штраф автоматически увеличится в два раза и может составить 100 базовых.